В еженедельном рабочем графике главы района в обязательном порядке стоит час контроля, на котором обсуждается решение и исполнение обращений граждан. На первом в этом году таком заседании побывала и наша съемочная группа. Обращения граждан, поручения главы района, вопросы, обозначенные в ходе объезда в поселении рабочих встреч. Все это глава района Роман Сенеговский ставит на контроль до полного решения. Еженедельно глава проводит часы контроля, во время которых обсуждаются рабочие моменты по исполнению поручений. При необходимости подключаются к работе дополнительные службы, корректируются сроки, контролируется исполнительская дисциплина. В этом году так и стоят в приоритете, как и предыдущие приоритеты, поэтому хотелось бы рассмотреть те вопросы, которые у нас уже либо подошло, подошло время решения, либо промежутки находятся, поэтому, пожалуйста, говорите, что у нас. В ходе часа контроля были озвучены обращения граждан, которые находятся в стадии решения. Одна из просьб поступивших от жителей – дальнейшее озеленение и благоустройство улицы Красной. Роман Сенеговский дал поручение главе города Александру Берсенёву решить этот вопрос в этом году. У нас осталось не так много по красным местам, где нужно навести порядок. Посчитайте, положите всё на карандаш, если нужна будет помощь, мы вам поможем. Давайте в этом году мы всю эту работу выполним. Также был рассмотрен вопрос по подсыпке дорог на улицах Крупской, Октябрьской, Богдановской и ряда других. Роман Сенеговский поставил задачу в течение месяца выполнить подсыпку проблемных участков. Для этого по поручению главы района приобретено 300 кубических метров щебня. Для того, чтобы лично проконтролировать, как выполняются поручения и на месте обсудить возникающие вопросы, руководитель муниципалитета в рамках часа контроля выезжает непосредственно на объекты. Так, Роман Сенеговский побывал в техническом помещении бассейна «Дельфин», где проверил, как работает установленная ранее по его поручению система вентиляции и обсудил, как решается вопрос по замене вышедшего из строя фильтра очистки воды. Как доложил начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа, согласно поручению главы подготовлена сметная документация на приобретение нового фильтра. Выделены средства из районного бюджета. В ближайшую неделю фильтр будет заменен. Кроме того, ранее по поручению главы в бассейне было установлено техническое оснащение для занятий плаванием людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Роман Сенеговский убедился, что оборудование работает, используется эффективно. Это подтвердила тренер Наталья Пивнева, которая проводит в бассейне занятия с паралимпийцами. Вопрос с контроля был снят. В целом, по итогам прошлого года в ходе часов контроля главой района организовано и проверено исполнение более полутора тысяч контрольных вопросов. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».